Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, программа «По существу». Сегодня у нас в студии вице-президент общественной организации «Опора России», сопредседатель предпринимательской платформы «Единой России» Марина Блудян. Марина Анатольевна, добрый вечер. Марина Анатольевна, повышение производительности труда и поддержка занятости – один из национальных приоритетов, которые обозначил глава государства в своем указе. Множество тем, множество направлений, подразумевается огромный комплекс мер. Понятно, что все обсудить мы с вами не сможем. Мне бы хотелось остановиться на одном направлении. Совсем недавно на вашей предпринимательской площадке прошел круглый стол на тему «Рынок труда. Как избавить людей старшего возраста от безработицы». Давайте сразу оговоримся о людях, какого именно возраста идет речь. Тем более, что эта тема настолько тесно перекликается с изменениями в пенсионном законодательстве. Значит, давайте первое. У нас нет никакой реформы. У нас есть изменения пенсионного возраста. И это такой тренд неизбежный. То есть это изменение неизбежно. Мы не первая страна, которая это пережила. Мы тогда же в фарватере. Основные крупные, развитые державу это прошли. И уже даже развивающиеся страны тоже это прошли. Нигде он легко не проходил. Везде эмоционально воспринималось, так сказать, негативно. Но когда начинаешь вдумываться и разбирать эту проблему, то понимаешь, что это неизбежно. И это неплохо. Это даже хорошо. Потому что сохранение активных людей зрелого возраста, сохранение их в активной экономике, оно приносит всем государствам плюс. Вырастает ВВП. Мы же все говорим, давайте о благосостоянии и благосостоянии. У нас население непосредственно связано с ВВП. А вот ВВП у нас точно совершенно, однозначно все это продемонстрировали страны. Оно вырастет в связи с тем, что такое это зрелое поколение будет сохранено в активной экономике. Значит, что такое зрелое поколение? Давайте тоже разберемся. Есть этот термин, я взяла, мне было, знаете, как-то очень неприятно, все время ухо режет. Старость, пенсия по старости, предпенсионный возраст, еще вот это вот возраст доживания, это вообще что-то убийственная слышимость. Невозможно это принять. Международная организация здравоохранения выдала новую категорию. Так живет вся планета. Уже мы, человечество, лицо человечества изменилось. У нас до 25 лет юность, до 45 лет молодость. Правда, Елена Малышева утверждает на Первом канале, что это до 60. Но я лично... У нас не медицинская программа. Я читала до 45, до 75-80 зрелость, а дальше уже наступает период старости. Так вот это вот мы говорим сейчас о людях зрелого поколения. 45 плюс. 45 плюс. 45 плюс. Это самый активный возраст. И вот на этом нашем круглом столе выяснилось, пришло много разных специалистов. Были несколько специалистов от рекрутерских компаний. Те, кто подбирает работу, удовлетворяя по заказам работодателей. Или находит работу для тех, кто хочет ее найти. Такие рекрутерские компании. И были самые ведущие. Работа РУ, Хэндхандер и так далее. Пришли специалисты из службы занятости, замруководителей Роструда, который говорил там. Прибыли специалисты корпораций МСП, которые поддержка предпринимательства. Ну, то есть были предприниматели. В общем, такой серьезный состав. Ректор высшей школы экономики и так далее. То есть у нас был такой серьезный экспертный состав. И что выяснилось? А выяснилось то, что у нас работодатели. А я сейчас говорю как от предпринимателей. У нас нет проблем с людьми зрелого возраста. Мы их не только не увольняем. Мы их уговариваем остаться на работе. Какую сферу не возьми. В производственной сфере на нас наткнуется демографическая яма. 90-х годов. К нам просто не приходят работники. Их нет. Мы вынуждены. Соответствующие квалификации. Мы даже говорим о молодежи, которую надо обучить. Но соответствующие квалификации тем более. Мы сохраняем людей в цехах. Мы сохраняем инженеров. Мы сохраняем юристов. Мы сохраняем бухгалтеров. Возрачи, кого хотите, возьмите. Вот этот возраст активности. Этот возраст зрелости. Это золотой фонд Российской Федерации. Это золотой актив. Это люди, которые могут работать эффективно. Потому что у них есть опыт. Они уже умеют работать в коллективах. У них есть навык. У них есть компетенции. Они достигли определенного уровня профессиональности. Это золотые люди. Это золотые люди. Они нам нужны. Мы их не только не увольняем. Мы не знаем, где таких взять. Поэтому вопрос увольнять, не увольнять, он вообще стоит. Не стоит. Вопрос принять на работу тоже не стоит. Вот там выступали представители вот этих вот организаций. Они сделали статистику и сказали, что вообще сейчас запрещено указывать возраст сыскателей. Потому что нам надо указывать компетенции, а не возраст. Нельзя дискриминировать никого по возрасту. Потому что у нас к дискриминируемым относятся и молодые люди. Часто у нас еще не хотят брать молодежь на работу. С ними много отрицательного, включая декреты и прочее. У них нет стажа, потому что их нет опыта, у них нет опыта, у них нет. И, соответственно, они говорят о том, что они сделали такой срез, знаете, серый, что называется, мягкий. Значит, около всего 20% работодателей сегодня ограничивает по возрасту. И понятно, кто эти люди. Понятно, в основном это банки. Они не любят принимать на работу людей зрелого возраста. Это какие-то, как ни странно, СМИ. Ну, то есть интересуются журналисты, им нужны журналисты, специалисты. Вот все эти телекоммуникационная сфера. Они не хотят брать людей старшего поколения. Ну, я так понимаю, потому что эта сфера наиболее связана с новыми технологиями. Им нужны те, кто в этих новых технологиях, как рыба в воде. То есть это немного. Это немного. И вопрос принятия на работу и повторяю о войне, он не стоит. Стоит другой вопрос. Если произошел крутой поворот. Компания разорилась, компания ликвидировалась, слилась, пришло... Ну, всякие бывают. Политика изменилась. Все в жизни бывает. И наступил крутой поворот. Он может случиться с людьми всякого возраста. Но если молодой человек, он свою стратегию знает, то вопрос, что делать человеку взрослому. Тем более, что этот взрослый человек, например, не ищет работу вахтера. Или поломойки. Или там еще каких-то вот... Он себе знает цену. И эту цену он не всегда может найти на рынке труда. Что ему делать? И я глубоко уверена, уверена, и на практике это знаю, что этих людей берет в себя бизнес. Эти люди могут открыть собственные предприятия. И для этого сегодня есть все возможности и основания. Повторяю. Опыт. Крайне важен для собственного... Ответственность. На него по-другому смотрят и органы, власти, и банки, и все остальные. Общаясь с взрослым человеком, это одно общение, с молодым это другое. У него другой уровень доверия. Абсолютно. Абсолютно. Связи. Даже финансовые накопления. У него есть свои. Знаете, я посмотрела статистику английскую. А там она такова. 70% предпринимателей, которые начали свой бизнес 50+, 70% доводят свои стартапы до 5 лет. А это уже, извините, развитый бизнес уже можно продавать. Или находить себе партнеров. А молодые предприниматели бросают за год и два. То есть это вот говорят ответственность, и говорится и успешность. То есть здесь вне конкуренции человек взрослый для начала бизнеса. И я уверена в том, что предпринимательство, вот в связи с этим, вот у нас 15-летие переходного периода, люди до 65 лет могут оказаться, ну, изменить положение нанятого работника, причем высокооплачиваемого. Ему что-то надо с этим делать, и он привык к определенному уровню, и семья там привыкла, и так далее, и так далее. Вот предпринимательство – это то место, куда должно быть направлено это самое. А предпринимательство, в свою очередь, для людей вот этого зрелого возраста, оно имеет свои преимущества. Потому что когда ты занят предпринимательством, это настолько активный образ жизни, что он сам по себе увеличивает твое долголетие. Марина Анатольевна, я примерно представляю, что сейчас думают люди, которые от нас смотрят, как раз наша возрастная аудитория, целевая возрастная аудитория. Представьте себе ситуацию. 20-30 лет проработать на предприятии, овладеть определенными навыками, наработать определенные компетенции, в одночасье потерять все, и попытаться начать с нуля. Бизнес – это риск. Мы привыкли думать, что риск – это все-таки удел молодых. Риск – благородное дело. Люди 45 плюс осторожничают. Они не имеют соответствующего образования. А бизнес – это не всегда риск. Вот можете себе представить, что не все бизнесы являются риском. Вот так жизнь устроена. Не всегда риск. Давайте разберем по кострочкам. Потому что здесь общу говорить очень сложно. Ну, например, без работы остался человек, который до этого работал в цеху, компетентным работником. Кто он был? Если он работал на конвейере, делал простейшую работу, он легко найдет себя на каждом перекрестке. И работы требуются, требуются, требуются. Все требуются. Слесаря, токаря, работники, операторы машин с ЧПУ и так далее. Мы сейчас сегодня говорим о людях с соответствующим уровнем председаний. А, с соответствующим уровнем председаний. Которые собираются начать собственные решения. Инженеры. Инженеры. Там какие-то люди уже вот такого уровня, что они должны делать. Первое. Такой человек может стать самозанятым и предлагать свои услуги даже на компьютере. Потому что чертить проекты сегодня можно, сидя дома в Чебоксарах, а работу выполнять для тех, кто живет в Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, где угодно. И в Гонконге. И в Гонконге. Совершенно справедливо. Ну, для Гонконга надо знать язык. А вот для Российской Федерации сегодня такая работа удаленная, востребована. То есть вы, если конструктор, неплохой инженер в состоянии разрабатывать, не проблема. Даете заявление на объявления на соответствующих сайтах, 100% вас найдут. Второе. Еще раз говорю о том, что инженерный состав требуется. Возможно, надо быть готовым к переезду. Потому что новые предприятия строятся, и там острая нехватка инженерного состава. Теперь переходим к бизнесу. Что ты должен сделать? Первое. Даже если ты никогда этим не занимался, сегодня, я вам сказала, огромный инструментарий. открываете сайт, который называется бизнес-навигатор корпорации МСП. Такого ресурса нет нигде в мире. Я сейчас выступаю как реклама, но поскольку это бесплатный ресурс, то я бесплатна. Ну, то есть это полезная информация. Вот на этом навигаторе очень удобный ресурс. Вы там можете найти себе применение, бизнес. Там разложены по порядку сотни бизнесов. Вы можете посмотреть бизнес-план, вы можете посмотреть условия ведения, вы можете посмотреть условия открытия, вы можете найти себе локацию, потому что этот ресурс, он разработан на основе невероятного исследования. На моих глазах впервые было проведено и продолжает проводиться исследование спроса. Так называемые потоки спроса. То есть было заключено соглашение более чем с 25 или 26 тысячами, представьте себе, семейных хозяйств. Когда люди каждый день любой чек, который они имеют, потратили деньги, они его сканируют. И таким образом изучается спрос такого огромного, причем это по регионам сделано, такого огромного количества людей. А дальше пересчитывается на скопление людей. То есть появляются средние спросы молока, мыла, сериальных порошков, туалетной бумаги, востребованности услуг, автосервиса. Ну, чего хотите, спрос по чекам идет постоянно круглосуточный. И дальше по скоплению людей они делают средний, причем по разным республикам, они делают средний спрос всего. И вот на основании, вот буквально всего, спроси, что хочешь. Вот мне задайте вопрос, я вам скажу, что это спрос по чекам. А дальше там вот выбирайте себе локацию. Хотите открыть кулинарию? Живете там за городом, рядом с вами 3-4 фермерских хозяйства, они затрудненно продают свою продукцию. Да, то есть у них проблемы со сблютым. Открою-ка я кулинарию, у мужиков буду брать подходящие мне продукты и в городе продавать. Вот набираете слово кулинария, вам тут же выходит бизнес-план. Какая кулинария? Какое вам нужно помещение? Какие требования к этой покупке? Сколько вам нужно персонала? Сколько вам нужно денег, чтобы начать? Причем кулинария такого размера, кулинария такого размера, кулинария такого размера. Вы все. А дальше вы начинаете искать себе помещение. И вам этот навигатор показывает в городе Чебоксары, где какие есть подходящие вам помещения. Более того, окружение вас конкурентами. Спрос вам показывает. И вам покажет навигатор, где надо, в каком месте, надо эту кулинарию открыть, потому что тут наибольший спрос. Вы когда будете в этой игре, там она покажет, окупаемость в этом месяце 12 месяцев, окупаемость в этом 6 месяцев, окупаемость в том 55 месяцев. И вы сами, понимая, где что, вы видите всю картину, вы принимаете решение, где открывать эту кулинарию. Там же, на этом ресурсе, вы можете увидеть всю информацию по мерам поддержки. Даже адреса, где эти поддержки осуществляются, условия этих поддержек. Вы увидите открытые рядом банки. Какие условия кредитования. То есть вы получаете полную картину. Для того, чтобы получить такую картину, раньше надо было сделать невероятное количество исследований, на которые малые предприятия или микропредприятия никогда не было готовы, у них просто нет такого ресурса. И здесь абсолютно бесплатно вы получаете вот такую вот возможность. Вы открываете для себя возможности. Ну, а дальше принимаете решение и смелость града берет. Сегодня, повторяю, как, знаете, говорят, рак не приговор, так бизнес не несчастье и не риск. Да, есть проблемы. Есть проблемы в бизнесе. Ну, неадекватное на сегодняшний день давление со стороны контрольно-надзорных органов. Возможно, даже органов правоохранительных, силовых и так далее. Но вот ваши чуваши... Я сегодня была на нескольких мероприятиях, и я увидела личное отношение к этому делу губернатора. И похоже, что у вас здесь этот вопрос подконтрольный. Здесь просто так никому не привяжутся. А если привяжутся, то быстро отвяжутся. Человек занимает не просто там словесную позицию. Сегодня я увидела это. То есть это заметно даже со стороны? Да, это заметно со стороны. Он человек конкретный. И я вам скажу, я 10 лет не была в Чебоксарах. Я город узнать не могу. Город узнать не могу. Ну, и отношение к предпринимателям тоже. Есть все основания предполагать, что у вас, в вашем регионе предпринимательством заниматься нужно. Для власти это важно. И поэтому... Власть в этом заинтересована. И поэтому делать это можно. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашей собеседницей была вице-президент общественной организации «Опора России», сопредседатель предпринимательской платформы «Единой России» Марина Блудян. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова